В Нинамыске за год мы бываем в 32-33 рода. Очень охотно сдают, очень много приходят. За день мы можем принять 60-80 человек. Работаем кулаком. Нет, телефон надо выключить. Он получил справку на работу об отгулах. Получают деньги, получают напитки. 380 рублей, да? Да. Эта цифра ежеквартально меняется. В зависимости от прожиточного минимума в регионе. Сюда, я хожу, но это полезно очень. Как бы кровооспускание есть, да? А здесь можно просто помочь людям. Я думаю, всем стоит попробовать. Ничего страшного в этом нет. Потом даже как-то себя чувствуешь лучше. Только что помочь. Чем больше сдашь, тем больше людей. Используют мою кровь. Тем больше людей спасут. Во-первых, желание сдать кровь. Во-вторых, наличие паспорта. Старше 18 лет обязательно. Дальше мы уже проводим обследование. Выясняем, какие заболевания были, не были. Были ли операции. Ну и средства хосов, которые задаются до нарушения индивидуально. Кто там упал? Пустишь, пустишь. Пустишь. Хорошо, не делай. Кто сильно не упал? Тогда. Присаживайтесь. Нормально? Нормально. Инна Владимировна, расскажите, за что такую книжечку дают? За почетного донора. Это значит, что вы уже что? Сколько? Сколько? Больше 40 уже. Ну, почетный донор – это долгих 10 лет. Если регулярно сдавать, регулярно, 4 раза в год, да, как положено для женщин, и 5 раз для мужчин. Ну, поэтому лет 10 нужно там, если не больше. Ну, некоторые перерывы нужно делать. Тоноров всех знаем хорошо, они нас знают все, уже привыкли к друг другу. Там тесное сотрудничество, там Красный Крест очень хорошо работает в городе Ньюиномысске. Поэтому доноры активно сдают кровь, с сознанием дела. Сайт, конечно, Старопольская краевая станция перерывания крови, выездная бригада. График выезов можно посмотреть именно нашей станции. Круто.